Когда мне 18 лет, это очень давно было. Ой, первый? Нет, не помню. Это было, по-моему, 18 лет. Это было очень интересно для меня, потому что это первый опыт. Конечно, ответственность. С мамой был, сказал, иди голосуй, уже пора. Когда 18 лет, и вот первый выбор. Леонид Алисович Абережнев. В 80-х годах выборы были в сельхозфакультете, выборы депутатов города, депутатов Верховного Совета избирали, депутатов Верховного Совета СССР избирали. Тогда мы избрали Шамшина, министра связи, депутатом Верховного Совета СССР, Совета Союза избирали. И он, став депутатом, помог республике. Каждый дальний, дальний деревня, дальний участках появилась автоматизированная телефонная связь через спутник. Вот депутат как помогал. Но тогда кандидат был один, за одного кандидата голосовали. Вообще в советское время выборы-то были как праздник проходили. Мы ночь не спали, молодежь комсомольцы, мы концерт ставили, танцевали, в общем, гуляли. Я почувствовала, знаете, торжественность какую-то, праздничное какое-то настроение у меня было. Это наше будущее. Мы должны определять лидера нашего народа, чтобы, если, допустим, мне интересно его решение, его цели, задачи, которые он будет выполнять, то да, я проголосую за него. Важно участвовать. Это наше право, данное, значит, конституцией нашей страны. Мы должны, обязаны, я думаю, как старшее поколение, мне 80 лет, мы должны избрать, дать свое, вот, скажем, согласие, что ли, что мы должны избрать лучших из лучших, самых лидеров, которые должны вести нашу республику вперед. На выборы ходить нужно обязательно, это каждый избиратель свое мнение выражает именно тайным голосованием, поэтому никто никого не заставляет, никто ни за кем не следит, именно само выражение человека через голосование. Ну, во-первых, как бы я участвую в жизни своей страны, это раз, а во-вторых, например, у меня муж военнослужащий, и это просто дисциплина, что мы должны, так и детей приучаем.